а еще одно еще одно интересное имя нудские ланды нудские лавиа нудские лавиа все еще висишь ну ладно жив мужик хотя не убил не хотел тебя убивать и как там вставай братан братан приветствую всех любителей игры в кости не только и таким думкам и мы продолжаем находимся мы в лагере бандитов по квесту птачек а надо найти ожерелье плюс надо узнать кто убил альфонса и в прошлой серии я тут все зафейлил нахрен убил победителя у которого возможно было ожерелье да и пришлось грузиться почитал комментарии есть несколько вариантов как не получить это ожерелье победить на турнире потом выкрасть его да и 3 всех тут перебить по логике если смотреть но мне нужно также узнать кто вот верни ожерелье да не обязательно выясни кто убил пана альфонса прими участие победи первого соперника миновые речи вернее ожерелье и примет участие в турнире нужно убить узнать кто убил альфонса ожерелье я как-нибудь достану а вот по поводу альфонс у меня конечно вопросики есть некоторые как не узнать кто его убил я вроде тогда со всеми поговорил никто ничего толком не рассказал все никто не выходит из лагеря туда-сюда а погодите если никто не выходит из лагеря если это на самом деле так помните на месте убийства вот здесь да вроде мы нашли альфонса там был якобы друг до его нужно было обвинить может это он на самом деле его убил и раз никто не выходит из лагеря никуда коняшка а еще одно еще одно интересное имя нудские лавы нудские лавея нудские лавея ужас какое-то божество на этот раз надо будет погуглить или напишите в комментариях народ потому что тут и лошади и кони до обозваны именами божеств каких-то разных у нас тут от бочек эти что ли подковы валяются куча всякого добра да тут я думаю ничего интересного нет ладно надо надо возвращаться так вот а короче надо или победите в турнире что для меня мне кажется неплохая ношетка что для меня мне кажется просто не непостижимое задание и или точнее или своровать или своровать но я не знаю где будет проход это куда это мы вышли секунду однику мы просто вышли так вот я не знаю где лежит все это добро которого награду идет я вроде тогда забегал когда с ними месился до прошлой серии сюда главному но там и ничего не нашел у него в сундуке я успел его вскрыть прежде чем не там насовали возможно где-то еще есть но я везде посмотрел какой-то проход не знаю можем сейчас конечно попытаться давайте турнире все-таки поучаствуем турнире поучаствуем да я там опять в тру но мы потом просто проследил за победителем я не буду его сразу убивать как дебил и оброгу у него отобрать ожерелье или как ты его выкупить я хочу поиграть в кости ладно хорошо башка давай вот эти две возьмем там писали мне про тактику про все эти дела ну блин из который приносит удачу чаще чем этого ждешь мне кажется надо больше костей и да кстати мне еще написали что у кого-то из них и самые кости которые пропали у альфонса были я тогда не обратил внимание как не начать я тогда не обратил на это внимание ну да это они что у нас тут 222 пятерки есть вы видели туда 5 костей неудача у него 6 костей неудача блин это 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 удивительно не понимаю в чем почему пятерку не могут записать на свой счет я не те кнопки нажимаю ты пока я покачал не это не разыгрался так что у нас тут 226 6 единицы все неудача будет нет единицы есть давай забираем и пропускаем я не буду бомбить не буду гореть смысла в этом нет быстренько проще пробежим эти кости и пойдем дальше у Продолжение следует... 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 Маги Бууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууууу greatsssssedый��こんан мнеivatопад clавниретару Dекасьkor ! куда бить februел с gerбollaää S scaling new работа Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Без разницы, что будем брать Рискуем, ну ладно, тут 200 очков всего, так что не страшно ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 даже мнение неважно она бы не сыграла там одна кость лишние или нет не знаю что этот матч затянулся у нас то ему нельзя то мне не везет он долго что этот могу 200 вытащить на ну-ка сколько это будет лучше они ну да да я все еще заберу так вот 450 учились и здесь еще могу забрать чем бы все потерять кстати если не повезет он дайте не будем жадничать включим передачу хода что у нас тут у нас тут неудачи да чё-то кости не идут нам обоим сегодня а не хочу рисковать ну тут неплохо поперла товарищу поперла блин так такую такую эту проиграл такой счет это конечно прям я почувствовал его боль честно говоря почувствовал боль что у нас тут надо было время останавливаться братом сколько у нас будет 100 200 всего на а а а а рискнем но сейчас же заканчиваем сыграть игроком или не заканчиваем неудачи так и пруд со всех сторон до кости не очень ладно опять рискуем и опять пролете нет я не заметил тут единичку так дальше кто у нас там с ней виси а 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 огромной а а это так он приехал и тут надо было наверно сэйвить 750 потому что велик шанс фейла 1234 не работает она давай так вот у этого товарища кости альфонсо три сотни есть вероятность залутать до дворец к ним нам за один два три четыре пять пять сотен же дадут нам давай быстрее закончим он рискует он рискует и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 ради один два три или пять сейчас зона буду кидать чуть опять не ошибся не значит сегодня внимательность вообще минус 1000 от моей и так минус тысячи не выспался что-то нихрена так что сорян никак не могу раздуплиться как тут мы можем пять сотен золотой да давай золотаем пять сотен и не будем жадничать ой опасно троечка неудача да а пятерка показалось тройка повезло давай и хорошо кинул очень хорошо кинул что у нас тут у нас тут все не очень ну ладно рискнем черт с ним я уже единичку вижу так что нормально так я тут вижу 33 пятерки и сотню 32 Думаю. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok DimaTorzok 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 мы скоро придем ребят я в принципе у него могу это ожерелье украсть если тихо подкрадусь я сначала попробую с ним поговорить нет все еще висишь ну ладно так еще вопрос а какой еще вопрос что тебе нужно еще насчет выигранного ожерелье спасибо не думал что выиграем я заметил милую драгоценность старинное ожерелье она редкая вещица любопытно сколько я смогу за нее выручить браслет старинные цены немалой да как было в одном советском киносериале кто знает о чем речь пишите в комментариях название ребятки с на лдовость так сказать я за него хорошо заплачет ожерелье принесет тебе только неприятности но до его уме не медленно я не хочу его убивать давай уболтаем его но будет честно тебя предупредить и зажирели подозрительно похоже на украденное у пана птачика что куда он всю провинцию прочесал его поисках если он узнает что она у тебя то неудивительно если ты окончил жизнь на виселице иисусе что же думаю я должен поступить честно вернуть ему ожерелье я буду приезжать через рота я могу передать ожерелье это сбережет мне время поможете мою голову это было легче чем я думал окна теперь поговорить по этим спаном пока не спать не улеглись я смогу к нему попасть или опять что-то забаговала о чем говорит про пана лукаш говорит вожак не хочет тебя видеть он говорит может уже не поговорю принеся ожерелье выясни кто убил вернее ожерелье и победить в турнире таким вот умеем поспать до утра нет отсюда меня прогонят может тут где-нибудь не тут спят ребята вот рома и местечко уютненькая так ну давай вот так а я больше не не усну да я хотел промотать время но тут не промотка это сон давай попробуем потом поговорить с этим с лукашем не получится хер с ним у меня есть подозрение что это тот товарищ его убил потому что раз эти ребята не выходят из лагеря и своего если это правда в чем я немного сомневаюсь конечно все таки бандюки они что угодно могут наговорить погода все такая же прекрасная не похоже не получится у меня с ним поговорить давай в 10 посмотрим как это работает если нет тот ну на нет суда нет в принципе ты это конечно печально но ожерелье я получил это задача номер раз как я считаю так чё по лукаш не хочется мне говорить да он теперь не хочет меня видеть ведь наверно потому что я уже ожерелье зовут аллах ладно хрен с ним тут у меня то есть больше разговоров нет да надо вернуться сюда тогда знаете я не помню где его убили вроде здесь вот товарищ был странно хотя должен с паном поговорить он не хочет меня постоянно видеть я должен был притвориться альфонсо сейчас опять будем падать аккуратно аккуратно с лифтер ой вот это был полет и куда это я приземлился вот это был полет наполовину хипов охотник какой тебя тусовался на дороге ничего нет интересного так окном дом далеко еще да и не очень да сейчас на ту сторону переберемся вот этот товарищ такой барбос что учил опять не веди меня к тому месту где уже 30 тысяч раз был очень интересное место спасибо барбос привет я смотрю тут прибрался я нашел убийцу уже это был но могу сказать что это было молодота так как у него оказались кости но я не хочу наговаривать бы был же вариант сказать что это он сам но он кто-то пропал если его ворую может ничего то есть ладно я на тут наверно ачивочку давали за разгадку этого убийства но я не смогу это сделать я не могу поговорить с вожаком он не хочет со мной разговаривать я пытался и с утра и тогда и тогда он не хочет со мной говорить поэтому пошли сдавать квест ожерелье я получил это конечно не то чего изначально хотел но получилось как получилось еще бы я видел где тот а где птачек то надо было найти ожерелье кому-то его подарить дочери мясника какого-то до вроде бы а у меня не выделен квест просто его я туплю опять вот куда мне надо купальник тасуется 1 поехали я мог еще загрузиться или выключить запись опять загрузиться и поговорить с этим но но нет с меня хватит скажем так уж извините ребятки но двигаемся дальше короче получилось так как получилось вот у меня получилось вот так оловцы да не хочу еще с ними драться запаховать а где у нас как раз от недалеко хорошо привет да 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 это я на ты можешь остановиться умник или мы с тобой не можем да поговорить пока ты вот поправляешься остановись братан в очередной пивнушку едет да припаркуем сидеть пока умоемся туда-сюда глядишь он уже приедет мне еще надо на турнире победить от его имени приветствую я достала жерелья замечательные вести даже спрашивать не буду как тебе удалось вот твоя награда можешь приступать к следующей части я хочу чтобы ты подложил украшение вместе с письмом сундук может просто передать ни за что ни при каких обстоятельствах она не должна узнать откуда это иначе вся затея с тайным обожателем полетит к чертям и еще кое-что индра остерегайся этого мясника он крепко приглядывает своей дочкой и если он тебя поймает рядом с ней тогда тогда да помогут тебе все святые как только все сделаешь подожди день и возвращайся ко мне письмо и вообще подложить сундук потом сходить как раз на турнир там около дня это будет до я опять не заметил был сохранение да только что сохранение было это хорошо появится не будем так вот лавка весняка где-то сундук его дочурки вот дочурка нет ну или это она или не она а сундук где сундук я так понимаю на втором этаже да где-то и второй этаж да тут есть второй этаж а это же частная территория серьезно ну ладно ладно не ари надо ночи дожидаться жаль что через окно залезть нельзя ладно ждем ночи ухожу ухожу как у меня надо опять со стороны будет зайти сейчас там поудобней а я уже на частной территории вы мать ладно ждем не продать штанов нет я их там куда-то продал вроде не еще об этом писали вот Продолжение следует... Что-то был за звук. Сейчас надо как змей в темноте прокрасться. Не продолжайте это дерьмо. Стражники, только не агритесь на меня, что я без факела. Я знаю, вы это не любите. Тут, конечно, уже все позакрывали, а они тут все открыто. Как обычно, теми непроглядные. Твою мать, она точно проснется. Как я не люблю эти квесты. Потому что если у тебя не прокачано, то у тебя не прокачано. Приходится страдать. Давай кошачьи лапки бахнем, что ли. Тут же... Незаметность увеличивается. Она алкоголь дает? Нет, алкоголь не дает. Хорошо. Она уже что-то заподозрила. Я могу отсюда прям положить. Смотрите. Это читы. Ну ладно. Мне они на пользу. В какой-то веке игра встала на мою сторону. Я даже настолько рад, что заблудился. Так, можно одеваться. Вот здесь все, да? Члем еще забыл. Нет, вроде воинская куртка нужна. Теперь все. Ждем утра. До 10, я думаю, хватит. Отлично. Пошли тогда сразу к тачику. Я думал, надо будет сутки еще прождать. Нет, достаточно было до утра. Поговори с Яном. Ян-Ян-Ян. Ты опять там бухаешь. Что-то я тут не улезал, что ли? Это, кстати, чо-лошадь. А это рация, кто-то тусуется. Я понял. Продолжение следует... на стрельбище дополняется стрельбище в начале были времена приветствую что хотел у меня новости я уже знаю у меня повсюду есть глаза она была этим утром в ожерелье который я в письме просил ее надеюсь как вы пойдете на свидание с ним разумеется нет я не собираюсь бросаться на нее словно олень во время гона и и чувствам нужно дать возможность созреть ну а ты пока достанешь для меня зелье разве вы верите эти кладовские варева это не бабкина варева это испытанные и действенные средства под названием аромат неотразимости создави есть человек который его продает и ручается за его действенность ладно им достану я знал что могу на тебя положиться вот тебе на расходы аромат неотразимости что-то мне кажется кажется что это дочь мясника каролина в итоге пока он тут будет готовиться к встрече с ней а думает что это кто-то другой а не он да кто-то из простолюдинов и все пойдет наперекосяк как обычно давайте на турнир все-таки сделаем у нас он не висел хвала кресту рад быть сапсидал будешь мусе парни . ташпана гану швил оси рад быть самозрение я не буду ничего платить я просто подожду я просто подожду я не буду наверно еще рановато да несколько дней если ты снял комнату я бы не мог сразу дождаться до начала турнира да это так это работает я думаю я как памятник если стою то энергия не сытость у меня не тратится могу так сутки напролет стоять так что меня этим не напугаешь ожидание мое второе имя сколько лет надо ждать чтобы принять участие в турнире я уже два дня подождал я думаю тут через сутки он проходит нет похоже сутки трое или как-то так и сейчас отправлюсь за жрелием и мне всплывет где в лидичка оговорились в словаре ошибка перевода он в лидичка все таки ладно до лидичка недалеко поехали мне в комментариях писали уже что тип не надо подождать а вот ганнуш кстати не даю подождать турнира через ожидание нет я куда-то бегу и потом славя голову несусь обратно чтобы успеть на проклятый турнир да примерно так у меня это работает ладно погнали в лидичка чем может еще вооруженный человек увидел вооруженного человека я на что-то ждал ну давай давно и не разминал косточки вопрос вроде спокойней это пока что он спокойный как насчет помериться друг с другом силушка давай что такое да ничего просто люблю провести время с таким же путником как и я ясно и что у тебя на уме можно с тобой подраться так забавы ради кто за такой я просто путник с мечом странствую по миру просто чтобы заработать на корпу хлеба да и все это разбойник напрасно ты меня обижаешь разбойного провоста я стараюсь избегать хоть прошлой зимой пришлось ему заниматься а как насчет поединка давай а чего бы нет смельчак наконец-то но грошит у тебя есть давай отлично давай приступим у нас какой плачный бой будет или на оружие а на оружие и причем а мне чего руках ты не понял аня у меня моя булава все правильно жив мужик эти не убил не хотел тебя убивать и как там вставай братан братан сам же хотел подраться друг давай подождем пока чухается он уже не очухается твою мать ну ладно ну чё добро пропадать чего не тут забираем вот это добро шапель у него есть возьмем и наверное все шпоры самогон сыр вино блин друг ну ну извини так вышло поехали дальше серьезно ну давай как это он же это он же он лежит это сбогнула интересно интересно получилось ну ладно я не хотела убивать вы и сами видели он предложил подраться я подрался но видать слишком сильного пристукнул это ты продаешь это зелье неотразимости твою мать шарлатан я тебя понял привет так 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 кто у нас здесь а блудный сын вернулся я знал что однажды ты ко мне вернешься да я угадаю во сне привиделась я знал что ты так и скажешь на меня снизошло божественное откровение следующий раз меня не будет рядом и никто не спасет твою шкуру ну что ж очень жаль но эти испытания не спаслаются нам дабы испытать нашу силу духа перед лицом превратности судьбы я бы хотел воспитать твою силу духа научил без карманной кражи мне этот уровень у меня нет да у меня нет даже пятого уровня аромат неотразимости я слышал тебе известное изделие невозможно что ты рта-та само собой амар аромат неотразимости рецепт столетней давности а может даже еще старин его самые силе испытал моисей а как ты думаешь он заставил людей за собой 40 лет по пустыне бегать это действенное снадобие но похоже на то сколько за него хочешь за кого меня принимаешь мудрость предков не продается и не покупается на рыночной площади разве иисус брал деньги за свои чудеса раз ты спросил как насчет такой цены 2000 ты че совсем борзил слишком дорого грабитель как сказал сказал царь соломон честность для тех кто может себе ее позволить если хочешь я создам для тебя эликсир в обмену небольшое задолжение опять разве в таком то не говорят своим учителям какой стыд прошу прощения наставник всему виной моя слишком горячая зажда знаний я понимаю этого нетерпения но путь к мудрости узака извилист и ведет из окна чем тебе помочь дражайший мой ученик все пошло в дьяволом я еле свожу концы с концами сплю на земле местные у меня ничего не покупают они говорят что не доверяют мне как будто я какой-то шарлатан можешь себе представить разве это похоже разве это лицо похоже на лицо мошенника я честный торговец святыми вещами я забочусь забочусь лишь о благополучии заблудших душ ничего не говорю а теперь в любой момент лживые слухи могут доползти сюда из создавы мне надо уходить пока еще не поздно но я не могу никуда отправиться не заработав немного грошей так что мне надо убедить местных раскрыть мои мне свои сердца и кошельки я не собираюсь ради тебя расхаживать за кого не принимаешь я бы мухи не обидел насилие путь тупиц нам необходимо аккуратно показать им необходимость покупки мои зелья например чтобы отпугнуть не упокоенного не упокоенного какого не упокоенного мертвеца вернувшегося из могилы тела чья душа не смогла отлететь бродящее среди живых переполненной ярустью из-за своей проклятой судьбы я как-то видал нечто подобное но то был лишь какой-то забулдыга тащишься домой с корчмой после того нельзя смотреть сквозь пальцы на подобные вещи теперь скажи мне ты знаешь как разбираться с неупокойными насыпать маковых зеленую могилу сработает против призраков то не упокоенных только разозлить ты мой обученный последователь а вот невежественный селянин понятия не имеет как разбираться со столь темными силами на священный долг подготовить селян и как ты предлагаешь сделать но они все фамы неверующие им нужны доказательства нам понадобится могила пустая могила который мы сможем использовать есть это одна по пути в создаву но у нее есть один незначительный недостаток какой но она не совсем пустая не совсем что это значит тебе сперва придется разрыть почему именно эта могила местные не любят они болтают так что у нее наверняка какой-то темное прошлое в таких местах неупокойные возникают как грибы после дождя если дело стоит именно так то мы можем разберегись стану старой раны этого становится народ против нас опять когда лучше будет если никто не сможет нас заметить верно это грех отказывать в помощи нуждающимся тоже грешно я не ел по-человечески уже 40 дней и 40 ночей моя совесть твоя утром бы не беспокоит тревожит мертвых смертный грех это могилу находится на неосвященной земле так что вряд ли это будет стоить лишь одного очень наш в качестве эпитемии я однажды спросил у священника просто из любопытства значит мне нужна лопата разрыв могилу беря останки не оставляя следов и что мне делать с останками забери себе человеческие останки всегда могут пригодиться отлично и как мы распустим слух каждой деревне есть сплетник здесь тоже женщина который разнесет новости быстрее чем тысячи гонцов где она живет последний дом слева на пути в создаву она была первой кого я здесь встретил к тому моменту я достиг деревенской лыжайки на меня уже с подозрением таращилась толпа вот тебе базарная сплетница я должен распустить этот слух тебе нужно лишь незначай упомянуть пустую могилу я уверен еще до вечера все деревне будет о ней знать и это все не совсем ты должен ее спросите кто там был похоронен так чтобы у нее у нас была история который с которой можно работать и так разрыть могилу поболтать со сплетницей и останки не забудь их изъять иначе никто не поверит я должен был догадаться что любое задание от пана птачика выльется сущее бездумие ограбление могилы господи иисусе здорово я честно говоря не думал что все так повернется так достань аромат нет покоя грешникам раскопай могилу пошли копать могилу почему я так на это легко согласился спросите вы да я в этой игре уже пересел к все мыслимые и немыслимые границы чего я только не делал так что это не самое страшное как мне кажется пока там никого не должно быть посмотреть можно кто-то тусуется чтоб нас не спалили вроде никого нет раз к это что это торс или 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 что за тараск печевая кость надо забрать все бедро вроде все забрал валимая сюда борьбас поговорить с местной сплетницей где на там живет последний дом вот он да все главный наврать по убедительней бог помощь добра женщина что-нибудь произошло слава богу нет здесь тихо не то что в прочих местах а что насчет той пустой могилы какой пустой могилы ну там за деревней по дороге в создава возле реки на сосновом мысу откуда тебе знать пустая ли она если она не разрыта как она разрыта недавно пустая совсем видел своими собственными глазами сущие на небесах а что же делается откуда вообще могила на не освещенной земле лишь нераскаившихся грешников там погребают не хочу говорить эту старую рану лучше не берегите чья это могила ну давным-давно жил здесь молодой углежок со своей женой здесь всегда жило много углежоков на тот парень работал в одиночку это нелегкая работа для одного а что с ним никто работать не хотел он был упрямый парень всегда хотел только сам заботиться о своей семье мне понравилось как я не означаю упомянул про могилу подошел к этой тетке и сказал слышь там могила пустая и увидел что я там делал зачем я там был историю умалчивает он был чистолюбив могу это понять себя лучше работать самому чем на других и нагнуть его жена ждала первенца но никто еще этого не знала он не вытягивал семью и вскоре им стало ничего есть так что он начал воровать воровство это зло да да но когда вот-вот родиться первенец у твоей жены от голода нет сил встать в постели тогда начинаешь думать иначе его поймали но сперва пропадала лишь по несколько яиц у людей из курятников но потом он стал тащить все что не приколочено его наконец поймали полагаю его сурово покарали за содеянное даже тогда он не признался почему воровал у него живого места на спине не осталось от кнута а потом его изгнали из ледичка стало быть правосудие свершилось некоторым было этого недостаточно когда мясник выяснил что не получит никакой компенсации он потребовал чтобы углежок отрубили руки если бы рихтарш не вдолбил в голову немного мозгов он бы самых отрубил своим топором и все же легко отделался в конце концов бедняга свое получила даже больше мясник с ним разделался нет нет это были жернова господни который мелет медленно но тщательно его жила умерла от кровотечения природах а вместе с ней дитя это же есть помилует их господь аминь им ничем нельзя было помочь там никого не было у него не было никого кто позаботит своего жене говорят что с этого дня он совсем отошел от бога и к деревне он тоже повернул со спиной уверенно что он никогда не простил ни себя ни нас пути господи неисповедимы но как он окончил свои дни даже не спрашивай меня парень ну давай расскажи он на тебе добрая женщина нельзя оставить рассказ не законченными сказал нет не буди лихо так значит не хочет она не хочет рассказывать ну ладно хотя на то еще сплетница я думал на расскажет но похоже нет раз встреча я знаю кто был похоронен на могиле молодой гляжок так начинается трагическая история молодого гляжока который спутался с самим дьяволом только не начинай какой дьявол я пытаюсь рассказать тебе а он был из ледечка пытался заработать на жизнь себе и своей семье но не потянул когда жена понесла он стал воровать гордыни заставил его свернуть с того пути что уздок и праведен на путь пространный прямо к дьяволу которому он и продал свою душу вору и еду у других его поймали и наказали некоторые ограбления затем когда его жена умерла при родах младенец вместе с ней он обвинил в этом всех окружающих даже господа но когда пришла пора платить аду свои долги дьявол отверг бесполезную душу взамен взяв душу жены и новорожденного угляжок проклял бога который воздал ему справедливые меры возмездия на душа мертвеца никогда не покинула его тело он возвратился в качестве неупокойного чтобы своей ярости на господа нашего мстить живущим иисусе ты вообще слышал мой рассказ прости что-то сказал неважно что мне теперь делать вопрос в том что сделает не упокойный чтобы отомстить жителям деревни ну ученик он прокал господа серьезнее некуда что сразу напоминает людям о господи у них здесь нет костел а у каждого есть четки ничего другого не идет на ум точно если у людей начнут пропадать четки они потеряют сон из-за этого ты хочешь чтобы я крал четки но это же или просто подмени их на что ни на что ладно как насчет его жены и ребенка без сомнения хотел бы отомстить за их смерть как они умерли при родах и когда его любовь обратилась в горость вода обратилась в кровь ничего особенного но это испытание испытанное средство если ты окрасишь воду в купальнях об этом все услышат и как я должен это сделать люди могут слегка насторожиться если увидят меня разгуливающим с ведром крови не проблема одно зелье которое произведет нужный эффект слух упоминается мясник он был в ярости и неупокойно сквернила его мясо своим проклятым прикосновением как тухлое мясо классический пример мощи неупокойного иногда и да 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 и мне мне следует подменить мясо на тухлые что насчет жены а что насчет нее и убрызла совесть из-за поступков его муженька так что она не смогла спать но я помог ей так и стало намного легче ну так нет проблем что мне теперь напугать до полусмерти ладно если найдешь другое решение проблемы можете подменять мясо я бы не не беспокоился ну достается что мясо такой же в точности он крал людей еду верно я полагаю снова начал разве нам пристало красти людей какой позор неужели тянет стыда быть может лишь несколько яиц из курятников не слишком серьезный грех но обвинят ли в этом не упокойного конечно если вместо них я положу уголь средства их к прокормлению обратил залу и так яйца подменил углем мясо заменено тухлая покрась воду в купальнях и укра замени чески это должно сработать я на этой надеюсь конечно если тебе еще придется шлеме перед голову дай воле воображению ты можешь придумать что-нибудь поболтав с людьми торговцами рихтаржем а семья застукают не должны иначе все закончится как создали не привлекай внимание иначе люди мигом поймут к чему дело конечно я буду осторожен откуда мне знать получилось вряд ли об этом объявят орнышной площади я знаю первым они побегут ко мне за зельями как курица кормушки ступаю строим хаос чтобы они не совершили не думаешь ли ты что не заслужили так много любезный индра после всего что прошел бедолага я бы сказал что они что он уже по ту сторону покоя но он точно не на спокойной стороне пока я таска его останки а ты знаешь кому эти кости могут помочь помогли помочь кому как мне разумеется я тебя хорошо заплачу нет никакого неупокойного пока нет что скажешь да ладно гулять так гулять почему нет я продам их великолепно осенью покойного они непременно пригодятся я продал кости ему украдить щетки окрасть воду свари зелье для окраски воды подмени свежее мясо на тухлое узнай какое мясо хранится у мясника подмени яйца углем время от времени проверяй у меня есть уголь уголь я могу у меня есть уголь один а папа 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 мокрась воду подмени мясо для воды нужно зелье где мне взять это зелье каков ресепта зелья имеешь ввиду для окрашивания вот вот слушайте перри внимательно есть обратил слух жил голубой рыцарь дом из дома и шотландии сами черти боялись его но своим колючим характером он отпугивал от себя людей лишь один златовласый возвращаясь из святой земли он заметил хрупкую молодую деревушку с черным как смоль волосами девушку и красным чипцом на красивой голове рыцарь потирал сон и он мог думать лишь о прекрасной девице не знал как к ней подступиться тогда он попросил охотника познакомить их ведь даже бегущего зверя этот балагур бил без промаха и в охоте на женские сердца он мог состязаться со своим купидоном вот только та уже была тайна влюблена самого охотника поэтому когда он позвал ее на встречу с ним его другом у реки то она согласилась с трепетом сердце она подумала что благочестивый шотландис будет там лишь для того чтобы на них с охотником не пошла дурная молва охотник предложил всем выпить вина надеюсь что этот напиток поможет другу разговориться но с каждым глотком тот все яснее замечал какими глазами его возлюбленная смотрит на охотника ревность затуманила разум рыцаря он вызвал своего друга на поединок сверкнули кинжал и оба упали замертво пораженная гибелью возлюбленного девушка подняла один из кинжалов и вонзила себе сердце три мертвых тела остались лежать у реки а кровь струилась воду окрашиваю валый цвет я думал ты расскажешь мне рецепт а не какую-то сказку это есть рецепт рецепт сокрыт в истории во имя господа зачем это чтобы я его не забыл ладно и что это значит не помню отлично если ты его не знаешь как кого сделать ты сумеешь догадаться мой преданный ученик я помню что история упоминается три растения на этом все я знаю что рецепт был просто достаточно просто размолоть ингредиенты смешать и заварить их однократно так что тебе нужно лишь догадаться какие ингредиенты какой-то мудак ну зачем так зачем так душить меня так и мне постоянно надо будет его прослушать серьезно нету в заданиях мне не описалось инфа по квесту нет да мне надо нужно будет постоянно слышать эту порылую историю господи за что мне это и надо сохраняться срочно иначе я опять придется грузиться и все как я люблю и корчево тут это было хранится и хорошо что с этой у вас деки богу я туклица мий мужу тут ясне а яхдлову что к дебих за но тари томаш будет сетит не пойдем подсевим сэм три ингредиента да он сказал их надо размолоть и всех закинуть одновременно и вроде один раз прокипятить скорее всего девушка это маг потому что там на что-то говорил про красный ну че-то как красная голова или что-то такое-то похоже на маг охотник я не знаю где не знаю точнее кто ладно с этим потом на меня мясо яйца надо своровать и углем их заменить это мне нужен уголь вот тут углежоги недалеко есть я у тебя не могу уголь купить может а это есть корень мандрагоры у него карта сокровища есть интересно прах святого фомы я думаю что у него есть нужные мне травы хотя маловероятно толченый рок единорога соль и слез мадонны карты возьмем что это я долго думал ну что это чё это г к лиц а это скалится что ли скалится данная это скалится недалеко от скалится под от какой-то ивы там дорога некоторую замка юг север там скалится до дорога которые у замка здесь вот здесь вот где-то вот вот тут должно быть тут а там не было кстати надо будет сходить главное не забыть могу забыть сегодня вряд ли это сделаю заткнись у меня такой еще вопрос где возьму это мясо он же мне не дал никакое мясо да привет драгомир эти помогал у тебя испорченного мяса случайно нет конина баранина курятина здесь трудно быть не должно подмени курятину узнай так подмени подмени курятину тебе понадобится 4 курицы нужны тухлые курицы правильно надо подождать пока не стухнут это значит надо их с собой носить задача обновлена так это не так улицами надо подождать пока она испортится и потом уже подменить так ладно с мясом и допустим разобрались окрасть воду в купальник моя любимая а еще надо украсть щетки господи иисусе надо украсть щетки а это значит надо делать ночью а это значит надо врываться в дома будет к людям да я не знаю кого есть эти четкие у кого нет может они в сундуках у них конечно лежат тоже вариант заткнись заткнись ушел блядь дайте хотя бы дом проверить не закрыты они даже днем дома запирают что за люди такие ладно ждем ночи сколько у меня шнапсов еще мне нужно шнапс или купить или сварить у меня еще 5 хорошо сохраняемся ждем ночи надо было надо было 24 часа поставить забыл и че еще не спишь женщина пока в броне я просто хочу посмотреть где эти долбаные четки лежат сундуках карманах надо понять где они хранят рука проверил да иди нахер может можно у стражников украсть и и и думаю что здесь четки просто интересно что здесь был schnapps ради этого сюда стоимо залезть привет тут еще и вот этого придурка о господи я опять нажал не ту кнопку я даже пойду сохранюсь кстати да сейчас заодно вот на этом товарищей проверим еще сохранюсь на часок и как раз на нем проверить четко у него есть нет турнир врата и юху бежим турнир быстрей и и четки похоже в сундуках хрена тут народу на лавочках спят интересно может не только в сундуках может и у них что то есть и 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 издеваешься как ты меня заметил прошлый раз ты меня не видел ублюдок долбаный для ложись спать а куда и щетки у него тоже щетки отлично отлично сейчас значит раздеваемся до трусов может даже их снимем обмазываемся маслом и тихонько скользим и обворовываем всех а зачем подумали я имею ввиду воровство и все так что давайте надо надо мне на лошадь все таки сходить купить все черное все бесшумное шум с шума у меня и так проблем нет а вот чернотой как у меня файл в руках а где он понятном где то в другом месте как он меня теперь вот это я у меня слов просто нет он меня не замечают в полной броне щеголял взламывал то он меня замечает но я нами шумлю я не знаю как это работает я сейчас сейчас я не шумел сейчас я сразу нашел . и тихонечко вскрыл но у меня слышит прошлый раз у меня не слышал и и и и и Сука, злодей! Вон... Ладно, я думаю, проще будет их просто всех обворовать сейчас сходить. Бесшумно и все. Там как раз пять штук я наберу. Бесшумно и все. Бесшумно и все. Надо было карманные кражи качать тебе, Лумис, надо было. Объясните мне логику этой прекрасной игры. Моя жертва убежала. Она спала-спала и как собака во сне побежала. Как тут медленно перелистывается, если бы вы знали. Моя жертва убежала. Я не знаю. Я не знаю. Бесшумно и все. Бесшумно и все. Бесшумно и все. я не знаю мудак придумал такое медленное листание но это чересчур это прям издевательство над людьми даже поближе подойду чтобы она не убежала кавычках это не то свороем так что-то в карманах кражи прокачали товарищ потайные места надо прерваться на секунду приведешь я продолжу продолжаем так что у нас тут потайние места при обыске трупов больше денег легкий отход указатель в карманах жертвы во время кармана кражи будет перемещаться вдове быстрее вот зачем они это сделали управление толпой так мне сейчас нужно легкий отход вот его уроды а негодяи я не смогу воровать час надо кого-то другого я уже два раза у нее в карманах рылся она меня спалит но так намного проще старая дрянь карманах носит где нет карманы в каком месте она прячется эту кучу лута автор а 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 Продолжение следует... Миссия выполнена. Делаем так. Спим до утра. Сейчас едем вратае. Турнир. Потому что нам надо ждать, пока мясо стухнет. И, наверное, будем заканчивать. А в следующей серии отменим мясо, и я буду разбираться с этим рецептом. С этой удивительной историей, которую она рассказывает. Очень увлекательные истории. И заметьте, я их всех обворовал в полной броне. То есть, да, понимаете? Б, баланс. Я это называю. Мясо. Аплодисменты запишу а не запомнись и саму в зитку завтрашнее утро я тебя понял а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я наконец-то провел серию, которую забывал, как проводить Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры сделал 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 DimaTorzok 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 Далее Тихо! Тихо! Тумачь! Зупак! Тихо! 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 Доброе утро! так надо с очком сейчас поговорить расскажи пятачку о том как попал в турнир получил награду они курица у меня вернулась все нормально это во время турнира на пропала получите полный набор доспехов после турнира повелитель арены а че очкам не дали и мне дали доспех но хуже моего на этот же у меня лучше и вроде как 25 25 10 и обаяние 18 да да тут 26 до 6 10 а где у нас этот находится тут он здесь да эти до него дойдем будем заканчивать на сегодня я победил турнир я знаю ты им знатно бока намял и настоящий боец индра вот честно даже меня поразил твое выступление спасибо что спас меня от дядяного гнева тот уже стал притчи вы языцах и так держи у меня кое-что для тебя есть для тебя заказал герой вроде тебя и не такого заслуживает фан вы очень добры ко мне спасибо золотые шпоры кстати неплохая награда золотые шпоры довольно дорого стоит так ладно давайте наверное сегодня заканчивать подведем небольшой итог как обычно что мы сделали достали ожерелье у бандосов попытались выиграть в турнире и в турнире проиграл зафейлил квест с убийцы альфонсо во второй раз за фейлил но увы увы ах ожерелье вернули я ну потом он сказал подложить его в сундук с любовным письмом это мы сделаем теперь ему нужны зелья неотразимости которые которая продает шарлатан мы могли у шарлатана просто узнать рецепт зелья но я решил выполнить квест это дело сишный пойти по квесту и он не надавал кучу поручений надо было украсть сначала выкопайте мертвеца выкопать труп раскопать могилу потому что шарлатана уже гнали в за шеи никто не ничего не покупал он там без денег начал плакаться и нужно было какую-то историю этой деревне посеять в ледечка мы решили с ним выкопать мертвеца и отстроить как будто бы он восстал из мертвых и всех людей пугает туда-сюда узнали тут историю одного углежога выкопал я его труп украл четки купил курицу надо будет тухлую подвесить когда она стухнет подменить и надо окрасить вино окрасить вино окрасить воду в купальнях красный цвет это самое нудное самое сложное нужно по его рассказу по его там сказки какой-то понять какие нужны растения и тогда я получу рецепт но не то что получу рецепт тогда я смогу сварить это зелье чтобы окрасить и после этого он даст нам зелье неотразимости вот аромат неотразимости для птачек а так что в следующей серии идем менять курицы и слушать его историю разбираться в ней и понимать как сварить зелье нужное нам как-то так на этом все на сегодня всем спасибо за просмотр подписывайтесь на канал если еще не подписаны пишите комментарии советы все буду рад почитать посмотреть и также ставьте лайки это привлекает новых любителей зелий на канал и продвигает видео подписывайтесь на контакт трутуб там и выкладываю все то же самое плюс twitch туда идут три стримы с ютуба инфа по стримам выходит сообществе на ютубе в группе вконтакте в дискорде в дискорд залетайте у нас там весело там можете предложить игру на прохождение или стримы пообщаться с другими зрителями всех ждут ссылка в описании на этом все всем еще раз спасибо но самое главное помните людей можно заставить верить во что угодно если все это правильно преподнести всем спасибо всем счастливо